История Ильосычонского монастыра. Презентация нового выдания «Серая духовная спадщина Гомельщины» прошла в Центральной городской библиотеке имя Герцена. Праца над книгой продолжилась больше, чем 7 годов. Аутры выдания Сергей Цыкунов и Наталья Козлова собрали шмат исторических известок про один из самых старожитных монастыров Гомельщины. Первые вспомины про его датуются в середине 17-го стагодия. Лес монастыра был непростым и часом трагичным. Перед его святынями читали молитвы староверы, одноверцы и православные. С початку им жили монахи-мужчины, а позднее он был перетворен и уже ночи монастыр. Миновита ученским монастыры приняла построги святая заступница Гомеля Манефа. С 17 по 29 год мы полностью воссоздали всю историю монастыря. Монастыри могли существовать в этот период только как сельскохозяйственный артель. И вот четыре преобразования произошло у ученского монастыря. Он был и кустарной, и сельскохозяйственной артелью. Работали они очень много. Они не только себя обеспечивали продуктами, но и зарождающихся советских чиновников. Причем мы такие интересные документы находили. Сколько хлеба выделялось в месяц семье чиновника, который наблюдал за монастырем, каждой монахини, и семье священника, и настоятелю. Монастырь был разбурен в 1943 году и до этого времени не обновлен. В 2000 году во время земляных работ был найден великий скарб сребного ритуального посуду. Сейчас монастырские святыни можно увидеть в экспозиции музея Гомельского палацево-паркового ансамбля. Продолжение следует...